Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя Огородная Азбука. Сегодня 29 сентября. Многие знают, что у меня день рождения. Ну а дня рождения только вот подаренный букетик у меня есть. Рабочий день, все на работе. И у нас обычный день. Все веселье будет, конечно, выходной. Сейчас я хочу еще одну тему поднять о пикировке томатов, потому что каждый из нас, хоть это начинающий огородник, хоть это опытный, хоть раз в жизни сталкивался с таким вопросом. Когда начинать пикировку? Более рано, когда вот только-только-только первый листик появляется. Или когда уже настоящий хороший лист. Или когда уже два листа, а может быть подождать, когда три листа. И вот именно о том, что вариантов очень много, я хочу о пикировке томатов, вот тема пикировки, рассказать еще более подробно. И даже прочитав кучу статей, посмотрев немало видеороликов, вы не найдете на этот вопрос однозначного ответа. И специалисты, и огородники-любители дают очень разные ответы и рекомендации. Но есть отдельные случаи, когда тянуть с пикировкой нельзя. И вот в этот раз, когда я буду пикировать вот эти вот пять штучек, я сейчас перед тем, как их раскидать, я хочу вам рассказать о тех случаях, когда пикировка нужна очень ранняя. Вот у меня сегодня прочитала комментарий, одна зрительница написала, А когда вы вот эти вот, которые в большие стаканчики пересаживали, когда вы занимались пикировкой, то есть после посева в 200-граммовый стаканчик. Ну, я провела тайную пикировку. Что это значит? Это значит, что у меня не было время снимать, как раз был разгар вот заготовки семян. И еще в то время я даже, у меня не было мысли, что я буду вот этим заниматься зимней огородной азбукой. Я просто делала для себя. Поэтому золотые яйца я распикировала тайно, без зрителей. А теперь вот у меня здесь есть несколько сараево и москвич. Я на этом примере вам как раз расскажу о тех случаях, когда вы должны более внимательно отнестись к своей рассаде томатов и перцев и провести раннюю пикировку. Сейчас я камеру поставлю на штатив, чтобы можно руки освободить мне, и я вам все буду показывать и рассказывать. Как я уже сказала, сегодняшний видеоролик будет посвящен только тем случаям, когда пикировка нужна ранняя, а иногда даже экстренная. И самый первый случай, который не очень приятный, но который иногда бывает встречается, это когда пикировку на самых-самых ранних сроках необходимо провести в случае заболевания постела. Например, если вы заметили на одном из растений признаки черной ножки, это то есть вот здесь на стволике, вот здесь в нижней части, вот такая черная перемычка, как поясок, это в начале. Или если вы упустили, вот подойдете к посевам, например, все стоят, и вчера этот еще стоял, а сегодня подошли, хоп, его как стекло, как будто бы. И когда вы его выдернете, вы увидите, что вот эта черная перетяжка, черная ножка, она погубила ваш сеянец. Сейчас многие думают, что, ну ничего, один сеянец погиб, мне хватит других, но вы ошибаетесь. И в этом случае нам нужна экстренная пикировка, и не просто пикировка. Сейчас расскажу, какая пикировка. Весь лоток или другую вот тару, в чем оно растет, нужно срочно распикировать, отбраковывая во время пикировки сеянцы, то есть больные мы выбрасываем, у которых есть черные, которые вы сразу не заметили, вот эти перетяжки, черные ножки, а здоровые в сторонку. Кроме этого, после этого здоровые мы должны промыть от грунта, посмотреть еще в чистом виде, потому что земля иногда скрывает вот эти первые признаки заболевания. Когда мы отмоем от грунта, нужно их еще продезинфицировать, то есть вот эти части, которые были в земле, я полоскала просто в розовом растворе марганцовки, ну вот обычно в каком детей купают после роддома, и вся инфекция смывается. И еще этого мало. Распикировать, вот которые мы отбраковали, выбросили, здоровые оставили, промыли, продезинфицировали, мы их должны распикировать в свежий грунт, в другой, не в этот, обязательно обработанный и протравленный. Ну то есть как протравливать мы знаем, или прогреваем в духовке землю, тут уже нас не должно смущать, что там все живые организмы, ну как какие-то микроорганизмы, которые невидимые глазу погибнут. Тут в этом случае мы спасаем рассаду, особенно если она у вас в единственном экземпляре, и если посевы повторные делать, уже нет времени. Это я про весенний период говорю. Бывает такая ситуация, что время уже упущено, остался только этот лоток, и если вы вот с этим лотком не сделаете экстренную пикировку с дезинфекцией, то у вас не будет вообще своей рассады. А купить иногда негде, если вы живете, где-то там в деревне или отдаленно, рынков нет. Короче, вот эти экстренные случаи, тут пикировка нужна разная. Смотрите, вот эта черная ножка, кто ни разу с ней не встречался, если увидите, хоть раз опасайтесь. Растение одно, когда заболеет, оно может потом расползтись, вот это заболевание, это же грибковые микроорганизмы, патогенная вот эта микрофлора, оно вот так пятном, вот как пятно на воде, бензиновое расползается, так же черная ножка расползется, за несколько дней может уложить все посевы. Нужно сразу реагировать, сразу пикировку. У меня опыт такой был с перцами, правда. Заболел один, я просмотрела, и сразу вокруг него на следующий день штук 6-7 полегло. Так же ранняя пикировка нужна в случае, если вы увидите, вот прям плесень такая на поверхности, то есть вот эти серые гнили такие, нужно сразу менять грунт, это значит грунт зараженный какой-то, нужно менять грунт, ранняя пикировка. И тут уже, в этом случае, неважно в какой фазе развития, в какой стадии развития находится ваша рассада, в данный момент, это неважно, сеянец можно распикировать и в фазе одного листика, когда он только показывается, вот так, например. Можно распикировать и в фазе двух семидолей, когда они только развернулись, еще нет никакого намека, намека на настоящего листа. И можно распикировать даже в фазе, вот этой только что раскрывшейся петельки. Томаты, они очень живучие, и они переносят пикировку в любом возрасте. Самое главное, сохранить рассаду. Вот это те нюансы, которые мы должны знать, если вы увидели черную ножку, если вы увидели плесень, пусть вас не смущает, что помидоры еще вот такие вот крошечные. Такие тоже можно распикировать. Нам главное избавиться от вот этой патогенной микрофлоры, от вредных вот этих грибковых заболеваний. Так, надо как-то изменить положение руки, что у меня уже рука устала. Дальше. Второй случай экстренным назвать я не могу, но и тут лучше не затягивать. В каких случаях еще нужна ранняя пикировка? Конечно, это загущенные посадки. Особенно, если семена высевались не поштучно. Вот у меня, смотрите, у меня здесь высевались поштучно, и то густовато. А иногда мы для быстроты, вот здесь тоже высевались поштучно, но видите, вот так вот густенько. Вот до этого у меня были золотые яйца, они были вот так посеяны, и я вам показывала эту шапку. И вот когда мы шапкой сходы получаем, тут обязательно нужна ранняя пикировка, потому что эти загущенные посадки, вот особенно, когда вот такие шапкой, россыпью, при таком способе мы просто экономим для себя время, но растения, как только взойдут, они моментально начинают мешать друг другу. Они неизбежно вытягиваются. Они вытягиваются, и если еще посевы не получают достаточно яркого света, если у вас нет дополнительного такого полноценного освещения, тут все будет в одном. Они начнут вытягиваться, они начнут, как вот этот стебель у них начнут, очень-очень сильно истончаться, будет тоненький, 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 и длинненький. Рассада ослабнит, и она вот в таких посадках, особенно если густо, но вот здесь не густо, здесь всего несколько, а представьте, их было бы 10 штук 20, когда густо, когда она вытянувшаяся, когда она плохо проветривается, потому что они вот стоят стройными рядами друг к другу, и как следствие, вот такие посадки, посевы подвержены, опять же, грибковым заболеванием, в первую очередь, опять же, та же черная ножка придет, увидите черные пояски, вот здесь перемычки, рассада, начнется падеж рассады. Вот при таких загущенных посевах тоже рекомендуется ранняя пикировка. Все, это вот второй случай. Я как по опасности, сначала первый экстренный, второй тоже вот надо. Ну и третий случай, он самый не опасный, это когда у нас не хватает отдельной тары, вот, например, лотков нет, или надо маленькое количество, в прошлом году я так делала, вот не надо для раннего урожая, всего 10 сортов, половина из них детерминатные, а половина высокорослые. И вот при таких посевах, когда мы сеем в один лоток сорта томатов с разными характеристиками, ну вот, например, как пример могу привести, вот детерминатный, штамбовый, например, томат клуша, и эндотерминатный сорт ботяня, мы увидим различия сразу же, различия в развитии, прям буквально через несколько дней. Вы увидите, что коренастая, вот такая толстоногая клуша будет долго-долго сидеть, растопырит свои, вот первые два там листика, ну, и она до пикировки очень долго может сидеть, а ботяня, и вот, кстати, клуша, она не будет пытаться расти в высоту, а вот индетерминатные, они вот так рванут сразу, вот такие, как ботяня, ну и все остальные, еще хлещи, там, если дебарао, вот такие вот, которые изначально генетически заложены, у них длинота, они долговязые, вот этот долговязый ботяня, который моментально вырвется вперед, он будет смотреть на эту клушу сверху вниз. Вот у меня здесь ни ботяня, ни клуша, ну, тут тоже, ну, подходящий. Вот смотрите, у меня здесь обильный Сараева, хотя он не, по характеристикам не двухметровый, просто он не толстоногий, обычный сорт. А вот это москвич, который штамбовый, вот, и представьте, если вы сделаете один ряд посевов вот такой, другой ряд посевов вот такой, буквально в первые же дни у них будет очень большая разница. Вот наглядный пример. это коротышка, вот такие, как клуша, демидов, ринет, а вот если здесь вот рос бы еще индетерминатный, например, такой, как дебарао, он бы был еще выше, например. И что у нас получается? Индетерминатные томаты со временем могут закрыть более низкие сорта. И кто выращивал в одном лотке такие разные сорта, тот понимает, о чем я говорю. Вот видите, он сейчас раз, только два листа вот так пойдут в разные стороны. Если бы вот этот москвич был рядом, все, солнышко заслоняется. Поэтому вот это третий случай, когда я бы советовала, и вот специалисты рекомендуют, они, во-первых, сразу говорят, не сеять сорта с разными сортовыми характеристиками в одной таре. Но если уж у вас такая вынужденная посадка, если вы были вынуждены, нет тары или что-то там, или нужно всего там два-три сорта, но они разные, то лучше не затягивать с пикировкой и разделить их на ранних сроках. Эти, ну, при, например, если в стаканчике рассаживаете, их можно вообще расставить в разные стороны, и все. И если даже вы, у вас опять судьба так распорядится, что им придется опять в одном лотке, хотя бы делайте между ними расстояние, чтобы более высокие не закрывали. Ну и вот, как вы поняли, в первом случае это экстренно, нужно срочно пикировать рано. Во втором случае просто не затягивать вот эти загущенные посевы. А в третьем случае, вот где и не загущено, и есть расстояние, то просто желательно их разделить как можно раньше. В остальных ситуациях, если говорить о том, когда начинать пикировку томатов, то тут, конечно, у всех разные обстоятельства, но я напомню, что чистый грунт безопасный, отсутствие заболеваний, достаточное вот расстояние между сеянцами при посадке позволяют нам провести пикировку в более поздние сроки. Если рекомендация специалистов срок пикировки это один, два настоящих листа, то я вам скажу, что томаты можно пикировать вообще в любой период. Можно пикировать в два листа. Если опоздали, можно и три настоящих листа. Иногда бывает четыре настоящих листа. Они прекрасно переносят пикировку. Они, в отличие от перцев, баклажанов, они не болеют. Но вывод этого видео такой. Сколько бы информации вы не услышали, сколько бы рекомендаций вы не услышали, что вот в такой срок пикировать. А может подождете вот до такого срока. Вы поняли, вот исходя из этого видео, что ситуации бывают разные и все равно решать вы должны сами, лично. И только вы можете определить, нужна вам ранняя пикировка вот в фазе двух семидолей или в фазе одного показавшегося чуть-чуть там настоящего листика. Или вы можете подождать, если они у вас вольготно рассажены, если они чувствуют хорошо, если они толстые, жирные, здоровье их не вызывает никаких опасений, то вы можете пикировать. И вот, вот видите, вот такие вот раз, два, три, четыре, пятый лист, можно даже вот до такой степени дождаться, когда вырастет томат и потом пикировать. Когда есть время, когда есть возможность, когда есть желание, но вот про эти три случая, когда затягивать с пикировкой не нужно, я вам рассказала. Вообще, смотрите, на заставке написано «Учимся пикировать рассаду правильно». И вот это только один из маленьких-маленьких нюансов, вот один из составляющих, из которых потом пазл полностью сходится, и когда начинать пикировку, и как там отщипывать, не отщипывать корешок, тоже у всех разные ситуации и разный совет, каждому подойдет разный совет. Кому-то можно посоветовать корешок оставлять, кому-то нет. Если кого-то интересуют эти темы, я сейчас помаленьку, по крупицей, один за одним, вот эти нюансы все буду рассказывать. Да, кстати, меня сегодня научили, как прикреплять, закреплять комментарии под видео, и теперь я буду выставлять, потому что почему-то описание к видео, то ли не могут прочитать люди, то ли вот выпустишь видео, начинают вопросы те же самые, а вы делаете дырочку в стаканчике, хотя в предыдущем видео я уже говорила, так что все ссылки на предыдущие видео, вот на эту тему, тему выращивания рассады, будет у меня теперь закреплен комментарий, пожалуйста, если есть какой-то вопрос, сначала посмотрите предыдущий выпуск, я больше чем уверена, что вопросы все у вас отпадут сами собой, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, сегодня 29 сентября, углубляемся в жизнь растений, учимся понимать их, учимся выполнять их требования, пожелания, для того, чтобы получить богатый урожай.